Хочу немножко рассказать вам одну историю. Нам в храм стал ходить один человек зовут Александр мой одна фамилия, как в итоге потом выяснилось. Честно говоря, очень прям пьянствовал, прям сильно. Я когда даже снимал видео, как он пришел в храм, молился Богу, вот знаете как от души прям общался. Пришел бы в храм, выпивший мужчина. Вы знаете, я слушал, как он молится, от всего сердца молился, с сокрушением сердца, осознанием своих грехов. Я потом чуть-чуть с ним пообщался, но это конечно интересный был опыт. Грани себя, Господь. И вот мы с ним сели поговорить. К сожалению, у меня почему-то это видео, то ли я случайно удалил, то ли нет. И вот он рассказывает, что поссорился с сестрой, родители там почили. Думал там продали его долю, как минимум. Вот он живет там на заброшенном доме, там на дачах. Я говорю, так а что ты с сестрой не помиряйся? Да я боюсь идти к ней. В общем, я узнал о детях сестра. Мы созвонились с ней, как удивительно. Это уже без него было. Я думал все-таки попытаться его помочь, хотя он особо, честно говоря, не просил. И вот я ей звоню. Она говорит, да мы купили ему там домик небольшой, чтобы он в чистоте был. Я сама опережу, где он, что он пропал. А человек просто страх имел, что ну вот поссорились, как я буду мириться. Конечно, для мужчин это чаще всего так тяжело сделать шаг, потому что я же мужчина. Вот. Ну а дальше немножечко сейчас вы посмотрите, что в итоге у нас из этой истории получилось. Сейчас как, нормально? С женой говорю, с сестрой помирился? Да. Все нормально. А как ее муж? Нормально. Тоже нормально. Ну ты счастливый теперь? Да, теперь да. Работа и все. Ну вот умничка. Дай Бог. Не зря ты к храму приходишь. Дай Бог вам здоровья. Во слава Божию. Приходи на службу. Буду рад тебя видеть. Хорошо. Давай, дорогой Бог. Я постоянно здесь буду ходить. Молодец. Вот твоя улица. Молодец. Я всегда буду заходить. Увидишь вашу машину? Все, я заходу. Ну ты к Богу, в первую очередь. Не ко мне, а к Богу приходи. Вот так вот у нас хорошо закончилась наша добрая история. Аминь.